В усадьбе семьи Ульяновых открылись летние музыкальные сезоны. Концертная программа первого отделения включала произведения русских классиков, инструментальные фрагменты опер Николая Римского-Корсакова, картину «Ночь на лысой горе» Модеста Мусоргского и «Славянский марш» Петра Чайковского. Их исполнил Ульяновский государственный академический симфонический оркестр «Губернаторский» под управлением художественного руководителя и главного приглашенного дирижера Фабио Мастранжело. По словам Фабио Мастранжело, в этот вечер у оркестра была двойная функция – открыть летний музыкальный сезон и подчеркнуть важность события, вызвать чувство патриотизма и гордости за свою страну, свою культуру. Мне всегда очень приятно составлять программы из русской музыки, которые я безумно люблю, и это такая дальняя история, потому что она началась еще, пока я был совсем маленький, играл на фортепиано. Поэтому вот я ищу только повод, чтобы придумать какие-то новые программы из русской музыки. Во втором отделении программы прозвучал знаменитый первый фортепианный концерт Чайковского – всемирно известный шедевр. Ульяновскому симфоническому оркестру солировала известная пианистка Екатерина Мечетина. Концерт Чайковского – это самое русское произведение, самое духоподъемное, самое величественное, самое патриотическое. Ну, конечно, есть и другие прекрасные произведения, но вот раз уж выпало так, что именно концерт Чайковского стал неофициальным, практически уже официальным, раз уж на спортивном уровне так вышло, это альтернативный наш гимн. Просто он без слов. Ну, и он так и воспринимается. Первая часть проекта «Летний сезон в усадьбе» продлится весь июнь. В августе музыкальные сезоны продолжатся, первый концерт состоится 6 августа.